расскажите мне пожалуйста когда русский народ поумнеет вот было ммм несли деньги потом все это лопнуло сейчас а еще был кашпировский чумак помните такие которые говорили что швы рассасываются и собирали полные залы рубцы на сердце все 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 сидит сидит женщина рассосался рубец на сердце сейчас вот это инфоцыганство началось какие-то продюсеры инфо курсов какие-то которые я не знаю откуда не берут и цифры я заработала 25 миллионов рублей наверное кто-то заработал типа блиновской который как бы там понятно что придумали взяли западных книжек я не знаю какую-то какой-то вымысел запустил шарики в небо и излечился от рака запустил шарик в небо и там завтра открываешь тумбочку у тебя там миллион долларов лежит как он попал не знаю блиновская наколдовал но она как бы лидер наверное она действительно на день рождения столько тратит она зарабатывает эти деньги опять же на в то что просто выдумывает то что просто ну как бы не существует то есть люди верят да в какие-то чудеса которые нормальный человек просто не должен верить я не знаю мне сложно понять это очень сложно но вот когда вот эти все такие мини блиновские говорят что я заработал 100 миллионов я заработал 22 миллиона я сегодня провел курс там было 17 тысяч человек и все этот курс купили и этому верят 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 то есть просто я не знаю наверное 95 процентов людей которые может и 99 просто парадокс просто люди верят какие-то чудеса я конечно цифру беру с головы я не знаю статистику настоящую но много абсолютно точно много что тут очень много цифра приближается к ста процентам людей которые верят в это я просто опрашивал даже вот знакомых каких-то они говорят да мы верим да это правда поэтому представьте как легко путину управлять сознанием россия они верят что единая россия честная партия несут им деньги да они верят что навальный агент западных спецслужб и почему-то только путин до сих пор ему не предъявил обвинения что он агент западных спецслужб странно они верят то что чему только не верят все что им говорят они верят поэтому это плохо что так происходит я я думаю что там европейское сознание там шведская да или норвежская оно такое же конечно нет то есть вот этот феномен там да есть это в любой нации абсолютно и в америке да как бы когда люди там история там мэдафа допустим вот несли деньги пирамиду и потом это рухнуло но но не в таком количестве как в россии не в таком ммм наверно каждый россиянин там поучаствовал но тогда было окей это все новая там не было интернета действительно люди не понимали что такое рыночная экономика ну не понятно было да что как она сейчас-то это все понятно ну как там я помню какой-то помню время его ой забыл алексей по-моему зовут парень он приезжал сюда в америку и там был курс как управлять персоналом и несколько было спикеров я пошел то было уже много лет назад и был этот алексей и он там как бы говорил очень так интересно все а потом ему сдал вопрос он поплыл он не смог ответить на вопрос а потом на каком-то шабаш шабаш на какой-то он посещал в мне в инстаграме в подписке появляется в на боли там они постоянно эти все инфо цыгане туда ездят я и там какую-то какую-то он там женщину представлял тоже такую торговлю воздухом и я ему написал она говорит какие-то не мифические цифры грудь и такого быть не может просто а выглядит как оборванка какая-то ну вот визуальная за ну может не знаю чем просты простой человек не нужно пусть и в жопс тоже одевался в простой одежде думаю ну может правда я еще и тогда еще не понимал то есть как это так игра где ее вообще цифры можно какие-то видео посмотреть отзывы там еще что-то как раз вот про про курсы а я еще думал то наш курс по визам этим записать и она курсы какие-то там продюсеры нет он говорит это невозможно посмотреть это секретная информация только для своих ну то есть вот вот такая штука да как бы только для своих вот напишите мне в комментариях почему русский человек вот верит в неправду верит в то что ему рассказывают эти чудеса и несет туда деньги он же несет нереальные деньги он же тоже думает что если она смогла быть таким этим продюсером инфокурсов значит и я смогу если она шарики запускает значит и я тут начну у себя в городе шарики запускать брать за это деньги и и все получится же нельзя просто пойти работать делать свою работу качественно почему нужно обязательно связываться с таким бизнесом ну как то вот так высказался пишите в комментариях что об этом думаете я за хлебом пойду